МОЛОКО 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 Где работают самые лучшие водители и диспетчеры. Шансон под запретом. Все сюжеты о любви. Либо о любви к женщине, либо о любви к матери, либо о любви к родине. За что сидят романтичные философы. Всплеска ОРВИ за выходные в регионе не зафиксировано. А вот перепады погоды на самочувствие нашего старшего поколения отразились. Давление скачет. Последняя статистика от скорой такова. 505 пациентов за двое суток доставили в стационары. Бригады неотложной помощи экстренно спасли 71 жизнь. 14 человек находились в состоянии комы. Остальные близки к инфаркту или инсульту. Если молодежь реагирует на перепады погоды, что уж говорить о пожилых людях. Головные боли, слабость, повышенное давление, сердце неспокойно. В таком состоянии можно не дойти до поликлиники. В каких случаях медики берут шефство над пациентами, уточнила Юлия Сауляк. Когда погода шалит, медикам городских поликлиник навещать особых пациентов приходится чаще. Шестая поликлиника. Иван Семенович Кламок, Наталья Мартемьяновна. К Варлашкиным гости в белых халатах приходят четвертый раз в месяц. Дедушке за 90-е. Ходить в поликлинику, особенно сейчас, тяжело. Скользко, да. Это можно прямо около подъезда грохнуться и тоже поломать все на свете. Медики посещают, как только даем заявку, так обязательно приходят. Вот сегодня я давал заявку на эту самую рецепту выписывать. Ну вот я сегодня просил еще на эту самую анализа сделать. Ивану Семеновичу предстоит консультация кардиохирурга. Чтобы он лишний раз не ходил в больницу, анализ крови берут дома. Раз в год на такую услугу могут рассчитывать все маломобильные пациенты. В клинический минимум входит общий анализ крови, это холестерин, сахар крови, РВ. И если пациент не может дойти до поликлиники, то мы еще берем общий анализ мокроты на дому. Жене Ивана Семеновича тоже потребовался прием на дому. Она сломала шейку бедра. Бабушка выздоравливает, но пока в основном лежит. Терапевт рекомендует массаж и гимнастику. На одно из посещений запланировали ЭКГ. При необходимости на осмотр маломобильных больных специалисты выезжают к бригадой. То есть и хирурги, и неврологи, и кардиологи, и отолерингологи, все специалисты. Пациенты из группы РИСКО, как правило, они имеют не одно, а несколько заболеваний. И случаются моменты, когда нужны дополнительные осмотры. Сейчас при шестой поликлинике особыми привилегиями пользуются почти две сотни пациентов. Это одинокие пенсионеры, инвалиды и временно нетранспортабельные. Три раза в месяц к ним приходит участковая медсестра. В дни погодных сюрпризов всем метеозависимым людям нужно следить за самочувствием. Измерять артериальное давление, это, как правило, два раза в день, если они относятся к группе гипертоников. И принимать те препараты, которые рекомендуют им врач. Если что-то беспокоит, это, конечно же, обращение за медицинской помощью. За прошедший месяц врачи медико-социального отделения выезжали к своим пациентам почти 200 раз. За последнюю неделю более 60 обращений. Субтитры делал DimaTorzok Анатолий Иванович, рады вас приветствовать в Тюмени. Ксения, спасибо, я очень рад встрече. Я начну с жалоб, но не на своё здоровье, а на терапевтов, потому что есть люди, которым всё время не хватает времени. Как вы считаете, вот 15-минутный приём. Этого времени достаточно, чтобы выявить, понять, направить? Это время небольшое, но если пациент встречается с профессионалом, который знает уже по виду пациента, по его выражению лица, по тому, как он вошёл в кабинет, полный он или худой, уже у врача должен сложиться предварительный диагноз. И если врач опытный, то ему 15 минут хватит. Если врач неопытный, ему и 30 минут не хватит. Конечно, это временные рамки очень жёсткие, и пациенты на нас иногда справедливо обижаются. Вы сказали опытные. Если рассматривать проблему молодых специалистов, только что пришедших с университета, есть текучка? Потому что в детской поликлинике я наблюдаю, что у нас участковые педиатры не задерживаются. К сожалению, вы правы. Дело в том, что и опытных врачей, которые проработали много лет, даже десятилетия в поликлинике, есть большие преимущества. И у молодёжи тоже есть свои преимущества. Молодёжь, ну, скажу так, чтобы не обижать более зрелых врачей, соображает быстро. Молодёжь больше ориентирована в последних достижениях. Молодёжь больше знает функциональные методы исследования. И это даёт положительный результат. Но молодёжи не хватает опыта. Не хватает опыта и, в первую очередь, психологической подготовки. Выносливости. Разговора с пациентом. И потом нужно иметь большое терпение. Пациенты бывают разные. Нужно иметь большое терпение, обладать тактом и культурой для того, чтобы с пациентом построить так разговор, чтобы он тебе поверил. Вот у врачей опытных это получается. Но это результат многолетней работы. У молодёжи это получается редко. И вот когда она чувствует, что не находит общий язык с пациентом, она начинает метаться. И молодые врачи в этом отношении, которые начинают метаться, они в итоге проигрывают. Некоторые ищут более денежную работу, некоторые ищут более спокойную работу, некоторые ищут более психологически стабильную работу. А работа врача, мы только говорим чаще всего о квалификации. Врач должен быть ещё и психологом. А это большая нервная наруска. А Минздрав придумал, как вот этих молодых врачей, которые недавно пришли работать, удержать в поликлинике? Есть какие-то наработки в этом плане? Я скажу крамольную вещь. Когда мне задают такой вопрос, я человек прямой, я говорю, удержать можно. Зарплату надо повышать. В последние годы я без стремления сделать комплимент в адрес правительства существенно увеличила материальное обеспечение здравоохранения. Правда, это не очень отразилось на зарплате. Хотя зарплата вот в эти годы, она заметна больше, чем в предыдущие. Я здесь такую фразу услышала, участковый терапевт, агент национальной безопасности. Это серьёзно? Это действительно такая ответственность возлагается на терапевт? Сейчас да. Автор этой фразы профессор Вёркин Аркадий Иванович. Но это действительно так. Это тоже, может быть, звучит немного лозугообразно. Но дело в том, что с терапевта начинается всё. С терапевта начинается любое заболевание. И терапевт работает на профилактике. Пациенты очень часто говорят, что тяжело попасть к узкому специалисту. Опять обрушиваются на своего терапевта. Почему, почему меня не отправляют? Вот терапевт в этой ситуации не чувствует себя бессильным. Он-то не может выписать одним махом это направление на высокотехнологичное исследование. Одним махом нет, но направление по определённым показаниям к специалисту он делает. Но всё-таки львиную долю выполняет терапевт. Выполняет терапевт. Вот я вам приведу такой конкретный пример. Сахарный диабет. Все почему-то считают, что сахарный диабет лечат эндокринологи. Нет. Эндокринологи только консультируют тех больных, с которыми, образно выражаясь, не справляется терапевт по тяжести течения заболевания. А лечат сахарный диабет терапевт. И так касается очень многих заболеваний. Спасибо большое вам за встречу. Обязательно приезжайте ещё в Тюмень. Будем рады. Спасибо. Перейдём к другой важной профессии. Работники транспортных предприятий в выходные отметили профессиональный праздник. К слову, автомобилисты тоже наотмечались. Так что некоторых инспекторы поймали под шофе за рулём. А водители автобусов и диспетчеры, получив важную награду от администрации города и, пройдя ежедневную утреннюю проверку, вышли на линию. Они должны были подъехать, чтобы петля на автобусе именно совпала с петлей, которая на остановке, там вот этот стоп, и вот эта петля бы одна выходила. Раньше только так диспетчер мог отследить маршрут движения автобуса. Сейчас всё в компьютере. Нелли Никитина на посту уже четверть века из государственной компании перешла в частную. Следит не только за движением, но и руководит транспортным бюро находок. У нас потерялся пакет в одном из автобусов 65 маршрута. Каждого водителя обзваниваем и спрашиваем, не находился ли пакет. Водители смотрят в салоне, если это идёт в движение, он спрашивает, пассажиров нет ли там пакета. Вот недавно нашли у девушки розовый пакет, она потеряла, другая потеряла карточку. Водители сами приносят потеряшки. За такую командную работу Нелли Никитину и её предприятие отметили в мэрии накануне Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Без кондуктора никуда. Так как мы подходим, обелечиваем каждого. Каждому слово можем сказать доброе кому-то, кому-то там замечания сделать, допустим. Пассажиры всякие бывают у нас. Больше всего наград забрали работники первого автомобильного парка. В штат этого предприятия отчастников пару лет назад перешёл водитель 46-го маршрута Владимир Симбирцев. Ранние подъёмы, поздние возвращения домой, весь день за рулём и, главное, ответственность за пассажиров. Работу свою считает тяжёлой, но признаёт. Это лучший вариант в Тюмени. Официальность и зарплата. Нигде не заработать таких денег водителям. В Тюмени впервые для награждения вместе собрали сотрудников частных и муниципальных предприятий. Чем больше мы будем объединяться по разным поводам, по рабочим, по праздничным мероприятиям, тем теснее наши будут отношения. И уже не столько как заказчик-исполнитель, а сколько человеческие отношения, где мы должны себя понимать, что город Тюмень, он един для нас. И мы здесь выполняем одну общую задачу – безопасную системную перевозку пассажиров. По последним данным, на автобусах и маршрутках каждый день ездят почти 400 тысяч тюменцев. Возвращаемся к эксперименту. В начале программы я добавила несколько капель йода в молоко, чтобы проверить его на содержание крахмала. Так вот, цвет у нас получился желто-оранжевый. Значит, крахмала в этом молоке нет. Если бы оно окрасилось в синий, крахмал производитель все-таки использовал. Таким нехитрым способом мы можем проверить молоко дома по факту. А вот как правильно выбирать и читать информацию на упаковке – об этом сегодня рубрика «Съедобное-несъедобное». Производители сегодня предлагают огромное разнообразие молока. Но чтобы выбрать по-настоящему вкусное и полезное, нужно внимательно изучить этикетку. Об этом чуть позже. Сейчас узнаем у тюменцев, как они выбирают полезный продукт. Мы берем тюменское наше. Вот и вся характеристика. Ну и жирность – два с половиной. Что было не порошковое, а именно коровье – цельное молоко. Смотрим этикетку. В составе должно быть только цельное молоко. Ниже сведения о количестве полезных веществ и калорий. Ярких надписей, без ГМО, натуральный, диетический. Остерегайтесь. Это маркетинг, а не характеристика состава. Если на импортной упаковке нет перевода на русский язык и координат поставщика, возможно, продукт попал на рынок нелегально. Были случаи, когда вам приходилось некачественное покупать молоко? Неоднократно. Скисалось, я ругаюсь, а кошки молчат. Просто отходят и все. Взял, открыл, а оно уже прокисло. Или это на совести производителей, или на совести продавца. Скорее всего, последнее. Молоко в пакетах хранится в холодильнике до 10 суток. Срок устанавливает производитель. Если молоко хранится очень мало, это плохо. Это, скорее всего, молоко некачественное, как сырье. Оно имеет большую бактериологическую обсумененность. И, соответственно, бактерий очень много, и они бродят раньше, чем размножаются. Фермерское молоко тоже может оказаться некачественным. Полезный продукт превращается в бесполезный, когда сырье разбавляют водой. На рынке такой трюк не пройдет. В лаборатории датчик сразу определит нечистых на руку производителей. Сегодня проверяют молоко и из Свердловской области. Исследуем молоко на аппарате «Клевер», анализатор молока. Нормы молока – жирность домашнего молока от 3,2, ну и более приветствуется. Плотность от 1,027 до 1,035. У нас показала 1,027. А это норма, в принципе, и белок хороший. Запоминайте еще несколько молочных советов. Обратите внимание на объем упаковки. Мы привыкли, что молоко продается в литровой таре. Однако в последнее время производители хитрят и уменьшают пачку, не изменяя цены. Выбор жирности – личное дело каждого потребителя. Однако стоит знать, что обезжиренное молоко имеет практически тот же набор полезных микроэлементов, как и высокожирное. В нем нет только витамина А и Д, поэтому обезжиренное не дают детям, зато оно прекрасно подойдет для тех, кто следит за фигурой. Молоко – отличный абсорбент, поэтому при хранении в скрытую упаковку лучше всего герметично закрыть и убрать подальше от продуктов сильным запахом. Иначе через 2 часа молоко приобретет их аромат. Заглядывайте и на сайт Росконтроль. Там есть черный список молочников. Марки, продукция которых не соответствует нормам, отмечены специальным значком. Вредно ли молоко для людей и пожилых? Споры не прекращаются. Раньше считалось, что кальций кости укрепляет. Сейчас выясняется, что трансжиры ослабляют прочность скелета. А вот что точно полезно – физическая активность, о танцах на пенсии Инна Михайловская. В коллективе «Надежда» Байкаловского ДК сегодня праздник. Пришли новые костюмы. На деле и словно не репетиция, а концерт. А в танцевальном зале хореограф ждет своих подопечных. Половина танцоров поют в «Надежде», Руфина Исмаилова. Пришла в искусство, как говорят, из народа. Работала пекарем, продавцом, сейчас учится в колледже культуры и вместе со своими девочками танцует. Как огонь у них в душе. Они задорнее, чем наша молодежь. У них посещаемость постоянно. Из-за этого у нас и продвижение вперед идет. Несмотря на то, что у них и ноги болят, и ручки, и ножки, все равно они вперед идут. Коллектив так и назвали – «Задоренко». Он начинался с фитнеса в сельском ДК. Двигаться под музыку научились, а почему бы танцами не заняться. Так, четыре года назад, шесть отважных женщин впервые зажгли на сцене. Пришла на фитнес, а они танцуют. И сказали мне – оставайся, я осталась. Я даже помню, когда первый раз мы вышли на сцену и включили верхний свет. Мы вот с тетей Любой Саргиной танцуем. А мы опешили. Сейчас в «Задоренке» 10 танцовщиц. Каждый год разучивают по шесть новых композиций. Есть эстрадные, но в основном народные. Большинство танцовщиц – пенсионерки, исполнительные и ответственные. После репетиции дома встают перед зеркалом и отрабатывают элементы танца. Даже летом, когда огороды все равно находят время для занятий. Хожу, думаю, тяжело мне. Все, больше не пойду. Все, последний раз сходила. Нет, приду, идут. Ну как же я сяду? Я тоже опять пошла. Сейчас коллектив готовит новый танец с женским составом. Лучше бы смотрели с кавалерами, да вот только где их взять в селе. Но байкаловские «Задоренки» не унывают. Им ведь не только песня, но и танец жить помогает. Школьники станут депутатами. Примерить роль народного избранника детям уже не в первый раз позволяет конкурс «Я будущий депутат Тюменской городской думы». Для меня это опыт. Для меня это то, чем я, возможно, потом в будущем буду заниматься. И поэтому я уже прочувствую эту структуру. Думаю, на что мне нужно обратить внимание уже сейчас, чтобы в будущем получить то, к чему я стремлюсь. Ну и, конечно же, это замечательное времяпровождение. Наставниками и судьями для начинающих депутатов стали городские парламентарии. Молодежь всегда считали старшим коленом. Молодежь хуже, молодежь амемная, молодежь не патриотичная. Все это не так. В каждое время, в каждую эпоху молодежь своеобразна, со своими пониманиями, своим ответствами, своим патриотизмом, в конце концов. Поэтому молодежь очень хорошая. Какие наказы депутаты получают от жителей, как контролируют решение того или иного вопроса, мы об этом спросили Андрея Потапова. Коротко о том, что нужно в первую очередь заблагоустраивать на мысу. Сейчас, прежде всего, конечно, будет стоять остро вопрос, какие дворовые территории попадут в план благоустройства. Вот, очень остро сейчас стоит вопрос о ремонте школы номер 13. Школа находится в стадии реконструкции. И вот как раз в предыдущем комитете я также этот вопрос поднимал. И директор департамента образования Воронков заверил, что к 1 сентября 2018 года школа будет полностью сдана. Что тоже очень вопрос такой острый. Там были проблемы, связанные с конструктивом школы, но эти проблемы решаются. Если все нормально пойдет, то в 2018 году у нас будет новая школа номер 13, это в Тарманах. Активно мы ставим вопрос о все-таки неком благоустройстве парка Гагарина. Мы сегодня видим, что парки сегодня это особое внимание этому уделяется. Сигелевская роща, которая, кстати, находится на моем округе, как раз она благоустроена. Сегодня парк Затюменский тоже находится в стадии реконструкции. И я надеюсь, что следующий на очереди станет парк Гагарина, когда огромное количество людей уже проводят время в этом парке. Но это особое место, это померкник природы регионального значения. И это необычный парк. И там достаточно большое внимание нужно будет уделить соблюдением всех экологических норм. О важных городских делах поговорили. Далее по плану лирическое отступление. Конкурс «Калина Красная» вновь собрал осужденных, которые срок отбывают с песней. Причем шансоном называть с репертуар им строго запрещено. О чем же поют романтичные философы? Узнаем из сюжета. Приглушенный свет софитов. В клубе поклонники, родители и вооруженный конвой. Для Станислава Приленского актовый зал строгого режима, родной. С песней и дальше по жизни будет отбывать 12-летний срок за создание нарколаборатории. Нас учили, что все сюжеты о любви, либо о любви к женщине, либо о любви к матери, либо о любви к родине. Я пишу нечасто, чаще по случаю. У себя всю жизнь поют, вы всю жизнь дышите. Зачем бы вам хотелось дышать? Вам просто хочется дышать в этом, не можете не делать. Это определяет призвание человека. За одну песню Станиславу даже заплатили. Приобрели право на ее использование. А сегодня осужденных награждают за лучшее исполнение на конкурсе «Калина Красная». Искусство строгого режима спасает Иссалима Хасанова. О своем преступлении говорит открыто. Жил с ней совершеннолетний. Но в его стране это законно. До окончания консерватории оставался год. Оказавшись здесь, в этих стенах, я начал писать. Вот, видите, вот это вот, это все мои рукописи, и их очень много. Весь мир как бы сконцентрирован именно на том, что любовь, она основа, да? Вот, я думаю о любви в первую очередь, о близких, о матери, о родителях. Ну, конечно, сожалений. Владимир Капустин – философ, любит метафоры и аллегории. За решеткой записал диск. Пока два экземпляра. Название символичное – осень. Не только время года, но и возраст. Научился в местах лишения свободы играть на гитаре, на клавишных инструментах. Никогда не пел, но вот так получилось, что пришлось. Сотрудники воспитательного отдела правильно идут по этому пути. Дают возможность нам заниматься музыкой, потому что музыка все-таки перевоспитывает, я считаю так. Шансона за решеткой нет. Точнее, называть так эти песни здесь запрещено. Владимирский Централ для криминальных талантов становится музыкой о любви и дружбе, которую лучше слушать дома, а не в местах, не столь отдаленных. И о погоде. Во вторник оттепель в регионе продолжится 31 октября. Среди плотных облаков будет пробиваться солнце. Вечером возможен небольшой снег. В Тобольске на термометрах 0,2. В Тюмени воздух прогреется до 4 градусов, так что сугробы продолжат таять. Партнер программы Центр коттеджного строительства «Свой дом» – все для строительства загородного дома. И на сегодня это все. Хороших вам новостей и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok